я приветствую всех зрителей подписчиков канала все о стиральных машинах и бытовой техники наша сегодняшняя тема это топ-5 лучших роботов-пылесосов tefal роботы-пылесосы сейчас пользуются споросом потому что это очень удобно ты его включил он пошел сам произвел уборку либо там сухую либо влажную в зависимости от задач который выполняет ваш робот-пылесос ну поэтому давайте мы сейчас рассмотрим топ-5 роботов-пылесосов от tefal ценовая категория здесь будет разная подороже подешевле да чтобы каждый мог выбрать на как говорится любой вкус и цвет так вот первым рейтинге у нас робот-пылесос tefal вот такой фирмы точнее модели до фирмы tefal данный робот-пылесос может выполнять как сухую так и влажную уборку из комплектации есть турбощетка электро щетка и боковые щетки да это вот эти самые боковые щетки которые выполняют функцию уборки да вот здесь две боковые щетки также насадка для влажной уборки здесь вот видно достается контейнер набирается вода прикрепляется данная тряпка подается на него влажность влага да ну и то есть как производится влажная уборка то То есть не прям там моет пул, а именно влажная уборка. Есть инфракрасные датчики, то есть при столкновении с каким-то предметом, соответственно, пылесос будет разворачиваться и ехать в другом направлении по своей траектории. Есть встроенные часы с дополнительной функцией. Есть сигнал при разряде аккумулятора, таймер и программирование по дням недели. Но опять-таки за свою стоимость 21 999 рублей довольно-таки неплохой пылесос, хорошо убирает пыль, производит влажную уборку. Единственное, что после влажной уборки обязательно снимайте тряпку, если на влажной тряпке будет оставлять влажный след на месте, где находится данный пылесос. Следующая модель, которую мы с вами рассмотрим, тоже Tefal вот такой серии. Стоимость данного пылесоса 18 900 рублей. Он также производит тоже и сухую, и влажную уборку. Боковые щетки здесь также имеются, две, правая и левая. Также уборку производит, то есть в принципе он похож на предыдущую модель. Также уборку делает сухую и влажную одновременно. Есть режим движения вдоль стены, то есть вы можете установить режим, и он будет чисто проходить, убирать вдоль стены, в углах собирать пыль. Мягкий бампер и встроенные часы, то есть не будет сильно слышно стуков о предметы, которые будут попадаться ему на пути. Время уборки до двух с половиной часов. Что касаемо еще из доп. функций, есть таймер и программирование по дням недели. Можете выставить, когда производить уборку. Стоимость, еще раз повторюсь, 18 900 рублей. Ссылки на все пылесосы будут в описании, поэтому можно будет перейти и заказать данный пылесос на Яндекс.Маркете. Следующий пылесос, который мы с вами рассмотрим, тоже Tefal. Вот такой серии. Стоимость данного пылесоса 44 980 рублей. Он идет уже в два раза дороже, нежели предыдущие модели. Данный пылесос также производит сухую и влажную уборку. Имеет турбощетку и боковую щетку. Вот давайте посмотрим сейчас, да, наглядно, чтобы нам было видно, где наша турбощетка. Две щетки боковые и также контейнер и тряпка для влажной уборки, которая присоединяется отдельно. Вот видите, контейнер для воды и две тряпки в комплекте для влажной уборки. Также подключается к смартфону. Можно вместо пульта дистанционного управления использовать смартфон, которым выбирать и регулировать комнату, в которой производить уборку, в какое время ее производить. Что касаемо доп.функций, да, то здесь построение карты помещения, сигнал при застревании, программирование по дням недели. Первый момент, который отличает сразу от предыдущих, это построение карты помещения. То есть после того, как один раз пылесос произойдет уборку, он сразу будет знать, где какая комната. И вы через приложение можете выбирать ту комнату, в которой производить уборку. Режимы работы здесь есть местная и быстрая. Есть индикатор заполнения пылесборника. То есть на пылесосе можно будет видеть также в приложении, что пылесборник уже заполнен, на какой процент он заполнен, и что, соответственно, его нужно будет уже очистить. Работа аккумулятора, в принципе, везде одинаковая, независимо от стоимости, в районе 2,5 часов. После этого пылесос отправится на свою док-станцию для подзарядки. Еще раз повторю, стоимость 44 980 рублей. Заказать можно на Яндекс.Маркете, ссылки будут в описании. Следующая модель робота-пылесоса Тефаль. На экране можете увидеть стоимость данной модели 22 590 рублей. Что касаемо объема контейнера для пыли, то независимо от стоимости, он у всех одинаковый. Здесь 0,44 литра. Уборка также есть здесь и сухая, и влажная. Из комплектации турбощетка и боковая щетка, как и, в принципе, на всех роботах-пылесосах данной модели. Правая и левая щетка. И, соответственно, турбощетка, которая идет здесь в середине, именно через которую пыль попадает сразу с пылесборника. То есть данные щетки вычищают, и отсюда идет мощность всасывания. Как раз-таки из этой турбощетки как раз набирается пылесборник. Также есть тряпка для влажной уборки и контейнер для воды для влажной уборки. Управлять можно с помощью приложения, с помощью телефона. Что касаемо режима работы, есть движение вдоль стен и быстрая уборка, как и на многих предыдущих моделях. Из доп. функций таймер и программирование по дням недели. Также доп. функции, в принципе, одинаковы, независимо от стоимости самого пылесоса. Есть инфракрасные датчики и встроенные часы. Стоимость данного пылесоса 22 590 рублей. Есть нюансы, да, то есть как бы рейтинг не столь высок у данного пылесоса. Значит, многих не устраивает какие-то функции. В данном случае из минусов, которых многих не устраивает, что некачественно иногда производит уборку. То есть может в одной комнате долго убираться, в другой может быстро убраться, может запутаться там в любых вещах, которые попадутся ему на пути. Лучше, конечно, все с пола убрать, прежде чем производить уборку роботом пылесосом. Что касаемо самоуборки, то качественно, конечно, на 100% произвести уборку он не произведет. Вот это будет влажная сухая уборка. Какую-то пыль, все равно, может быть, какие-то мусоринки он оставит. Конечно, лучше, чем убрать руками, произвести влажную уборку, там обычная швабра, либо же там пропылесосить, либо подмести веником. Самостоятельно пылесос так не выполнит. Но, однако, довольно качественно производит уборку. Ну и последняя модель у нас в рейтинге. Вот такая модель нашего робота-пылесоса Тефаль. По стоимости он у нас 13 250 рублей. Кстати, сейчас он идет со скидкой. А у данного пылесоса есть только сухая уборка влажная в комплекте. Здесь даже нет контейнера для влажной уборки. Идет только щетка, соответственно, две щетки для сборки мусора. Что касаемо Adobe функции, то здесь есть таймер и программирование по дням недели. Он также может подключаться к мобильному приложению. И также можно данным пылесосом управлять через телефон. Комплектация электрощетка и боковая щетка. Работа также здесь 150 минут. То есть до 2,5 часов выполняет как раз таки уборку. Есть режим движения вдоль стен. Что, в принципе, удобно. Можно произвести, поставить. То есть по периметру комнаты робот-пылесос проедет и соберет всю пыль. Потому что бывает, что в процессе обычной уборки робот-пылесос плохо убирает вдоль стен и по углам. И, соответственно, выставляя такую функцию, данный режим вы сможете более тщательно произвести уборку вдоль стен. Есть встроенные часы и инфракрасный датчик. Уборка, еще раз повторюсь, только сухая в данном пылесосе. Что многих не устраивает, то, что не совсем качественно производится уборка. Но, однако, скажем так, за свою стоимость робот-пылесос довольно-таки неплохо справляется со своей работой. Конечно, на 100% вымести всю пыль, собрать какой-то мусор, либо песок. Я не знаю, что там может быть насыпано из мелких каких-то частиц. Он, конечно, может не выполнить. А также у него нет карты построения. То есть он может хаотично производить уборку. То в одной комнате, то в другой. Может в одной комнате несколько раз проехать. То есть его нужно перенаправить. То есть немножечко навигационная система не так работает, как в моделях, которые, допустим, подороже и в которых чуть лучше навигация. Но, в принципе, за свою стоимость, тем более со скидкой сейчас он идет, довольно-таки неплохой вариант. И пользуются спросом, люди заказывают, люди им пользуются. Еще раз повторюсь, ссылки на все роботы-пылесосы будут в описании. Под этим видео можно будет ознакомиться. А это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Обязательно подписывайтесь на канал. И всем до новых встреч. Пока-пока.